У нас, к сожалению, в обществе действительно, начиная с февраля 2022 года, существует межнациональное напряжение. И здесь, к сожалению, нужно определенные политические силы предъявлять им претензии. Потому что мы видели, как накануне выборов практически искусственно разжигалась напряженная ситуация. И, в первую очередь, напомню, это шло со стороны партии сама. Ее законопроекты все время вызывали все больше и больше вопросов. Повторила ей и партия «Реформ», к сожалению, партия «Кре» недалеко уходила в своих заявлениях. И сейчас мы видим, что изменился состав коалиции, но, тем не менее, некоторые вещи никуда не делись. Во-первых, мы говорим о переводе всех русских школ на эстонский язык обучения. Новая коалиция и представляющие ее партии уже заявили, что они менять закон, принятый в конце прошлого года, не собираются. Может быть, они будут индивидуально подходить к каждой школе и так далее. Но все равно все, что прописано в этом законе, будет соблюдаться. На самом деле, принимать решение относительно того, идти в парламент или не идти, было довольно сложно. Это заняло немало времени, и я советовался с самыми разными людьми, включая, разумеется, и мэра Таллина Михаила Кылварта. Нужно сказать, что он был весьма положительно настроен в отношении любого моего решения. Он сказал, что, в конце концов, это твой выбор, ты должен его сделать сам. И, учитывая, что четыре года назад я уже находился перед таким выбором, и тогда сделал выбор в пользу города, остался на посту вице-мэра. И, в принципе, тогда это было достаточно логично, потому что к тому времени я занимал эту должность менее полутора лет. Соответственно, удалось начать какие-то проекты, запустить какие-то инициативы, и уходить сразу же в парламент, мне кажется, было просто неправильно. Но в то же время, если говорить о ситуации сейчас, как раз она уже несколько другая, такого аргумента уже не было. В конце концов, я проработал вице-мэром около пяти с половиной лет, и было понятно, что, возможно, стоит подумать уже и о новых вызовах, и, безусловно, парламент таковым является. Результат на выборах 3230 голосов, даже чуть больше. Это, как мне кажется, как раз оценка избирателями, оценка жителями Похиталина, Хаберсти и Кристина, моей работы на посту вице-мэра. По сравнению с результатом четырехлетней давности, рост составил около 65% в количестве голосов. Я думаю, это говорит о том, что, во-первых, четыре года назад выбор был сделан правильный. Во-вторых, как раз сейчас стоит очень серьезно подумать о том, чтобы воспользоваться вот этим мандатом, который избиратели мне дали, для того, чтобы продолжать свою деятельность теперь уже на уровне государственном, на уровне парламента. Поэтому, в итоге, я принял решение перейти на работу в парламент, в Риге-Когу. И мне кажется, что сейчас правильное для этого время, потому что мы смотрим, как выигравшая выборы партия реформ создает коалицию. Мы видим, как эта коалиция сейчас говорит о том, о чем она перед выборами почему-то молчала. Поднимаются налоги, отбираются какие-то льготы, которые сейчас существуют у людей. И, на самом деле, не случайно средства массовой информации уже окрестили эту коалицию коалицией лжецов. Еще один интересный термин был коалиция боли, что называется. То есть, если, например, журналисты вкладывали в это понятие боли, в том плане, что в муках рождалась эта коалиция, это коалиционный договор, потому что партнеры не могли найти как-то общий язык, то мне кажется, что это смело можно переносить и на все население страны. То есть, коалиция боли, это боль будет для всей страны, а не столько для тех, кто этот коалиционный договор заключал и, соответственно, договаривался о том, что в нем должно быть прописано. Поэтому сейчас, да, центристская партия находится в оппозиции. Мы сейчас не можем как-то конкретно и прямо влиять на те процессы, которые в стране будут в ближайшее время происходить. Но мне кажется, что вполне по силам, и, конечно, мы будем к этому стремиться, стать ведущей оппозиционной силой в парламенте. Помимо центристов в оппозиции, там сейчас партия ЭКРА, партия ИСАМА, мне кажется, что мы вполне можем занять именно роль лидирующей оппозиционной силы и пытаться все-таки объяснять коалиции, что то, что они делают сейчас, это, в общем-то, мягко говоря, не совсем то, чего ждет от них население, включая, собственно говоря, и их избирателей. Я очень много вижу в социальных сетях, как люди, которые проголосовали за одну из нынешних коалиционных партий, пишут достаточно разочарованные комментарии, говорят о том, что вот столько лет я выбирал, например, одну или другую эту политическую силу, скажем, если мы говорим о партии реформ или о социал-демократах. И вот сейчас такое разочарование. То есть совершенно этого не ожидали. Перед выборами об этом ничего не говорилось. Больше всего мне, конечно, понравился комментарий кандидатов премьер-министра и бывшего премьер-министра Каи Калас. Она по-разному комментировала и отвечала на вопросы журналистов, почему перед выборами о таких налоговых изменениях, об изменениях в налоговой системе ничего не говорилось, а теперь вдруг они в таком количестве, в коалиционном договоре появились. Были разные ответы, но больше всего мне понравился ответ, ну, будем откровенны, это было бы непопулярно. То есть, ну, да, по крайней мере человек честно говорит о том, что мы вам ничего не говорили, не говорили о дыре в бюджете огромной, о которой начали говорить только после выборов, не говорили о том, что будем полностью менять налоговую систему, и налоговое бремя для населения увеличится, причем очень заметно, и, скорее всего, больнее всего ударит по наиболее слабо защищенным слоям населения. Не говорили, потому что это просто непопулярно. Вот мы хотели только популярные вещи говорить для того, чтобы нас выбрали, и смотрите, получилось. Мне кажется, что людям, конечно, нужно сделать определенные выводы, то есть, ну, нельзя так откровенно совершенно обманывать избирателей. Я думаю, что одна из тактик, она сейчас сводится к тому, что через 4 года, когда будут следующие выборы в парламент, никто уже особенно это и не вспомнит, тем более, что, я думаю, что где-нибудь за год до следующих парламентских выборов начнется опять, если можно так выразиться, раздача слонов, то есть какие-то приятные для населения изменения будут в бюджете делаться, кто-то получит какие-то дополнительные льготы, ну и так далее, и так далее, и может быть расчет на то, что все забудут, что вот 4 года назад у нас такое происходило. Но сейчас, мне кажется, людям нужно просто элементарно хотя бы себе записать куда-нибудь, просто вот что, вы знаете, вот у нас коалиция лжецов, как это средство массовой информации, собственно, уже окрестили. И через 4 года, мне кажется, просто нужно элементарно свое мнение выразить и выразить их на выборах. Потому что иначе так можно обманывать избирателей, мне кажется, просто до бесконечности. Первая неделя в Риге как бы действительно совсем другое по сравнению с тем, что у меня было до сих пор, но оно и понятно, потому что, ну, во-первых, совершенно разная ситуация, работа, которой ты занимался почти 5,5 лет, где все более-менее четко, понятно, и ты знаешь, как ты работаешь, в Риге-Когу пока еще, когда начинается очередной созыв, сначала все очень, скажем так, непонятно, и пока все входит в привычную колею, это занимает достаточно много времени. Новичкам Риге-Когу, что называется, тем, кто пришел сейчас в качестве новых депутатов, пока еще даже не выдали кабинеты, то есть мы пока еще просто ходим так, как непрекаянные по зданию парламента. Кроме того, сейчас у нас заседания длятся очень недолго, потому что повестки дня еще пока толком нет, еще не созданы комиссии Риге-Когу, где происходит, в общем-то, основная часть работы. Единственное, что да, мы сделали фракцию свою, и, в общем, все партии поступили так же, выбрали руководство фракции, у нас я стал заместителем председателя центристской фракции. В принципе, с одной стороны, большая честь, с другой, конечно, ответственность. Это значит, что надо будет работать больше, и это нормально. В принципе, меня это никогда не пугало. Работы в городе хватало, и думаю, что Еврей-Когу тоже будет достаточно. Ну, и понятно, что будучи в оппозиции, на самом деле, сложно рассчитывать на то, что ты сможешь как-то быстро что-то менять, действительно. В конце концов, когда в то время работал советником фракции 4 года, с 2011 по 2015, то я, что называется, насмотрелся на то, как парламент работает, и прекрасно понимаю, что, к сожалению, политическая культура Эстонии, она с тех пор не сильно изменилась, будем откровенны. Она, в общем-то, подразумевает, что коалиция очень редко прислушивается к мнению оппозиции, и, как правило, катком проходится по ее инициативам. Если нужно коалиции что-то продавить, что называется, то мнение оппозиции, как правило, особенно не учитывается. Поэтому морально я к этому готов. Я знаю, что некоторые люди приходят воодушевленные, попав впервые в Риги-Когу, и думают, что сейчас они начнут работать, сейчас они начнут менять мир к лучшему, и так далее, и так далее. И обнаруживают очень быстро, что будучи в оппозиции, об этом говорить не приходится. Поэтому наступает такой какой-то момент разочарования определенного. Мне в этом смысле проще. Я представляю себе, как работает парламент, и прекрасно понимаю, что из-за позиции что-то менять весьма тяжело. Но это не значит, что нужно просто сидеть, ничего не делать, ждать, пока центристы в какой-то момент окажутся в коалиции, и вот тогда начнем работать или еще что-то делать. На самом деле, и будучи в оппозиции, есть довольно много вариантов, как пытаться влиять на ситуацию, влиять на общественное мнение. Это очень важно на самом деле, потому что, в конце концов, избиратель делает выбор в отношении парламента и его состава раз в 4 года, в отношении местных самоуправлений и также раз в 4 года. И поэтому очень важно обязательно сохранять связь с избирателем, обязательно демонстрировать избирателю то, что делается в парламенте, в том числе и показывать свою работу. Иначе, естественно, у избирателей возникнет вопрос, а зачем мы тебя туда, собственно, выбрали. Поэтому, конечно, здесь нужно работать и работать серьезно. Я думаю, что в ближайшее время, когда начнется работа уже комиссии, постоянных комиссий парламента, когда правительство будет уже приведено к присяге, судя по всему, это произойдет в самое ближайшее время, то уже начнется и более серьезная работа, заседания, инфочасы, самые разные законодательные инициативы, с которыми нужно будет работать. Мы уже от своей фракции сделали несколько предложений о новых законопроектах, в том числе и о неочередном повышении пенсии, например, потому что сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, при котором в коалиционном договоре прописаны самые разные новые налоги, повышение существующих налогов, отмена каких-то налоговых льгот. И в то же время, если мы вспомним, что перед выборами практически все партии обещали, что пенсия будет увеличена до 1000 евро, кто-то говорил до 1200 евро, открываем коалиционный договор, в нем ничего про это вообще не сказано. То есть о пенсионерах очень быстро как-то забыли. И на сегодняшний день мы видим, что только благодаря вот сейчас индексации пенсии увеличились, и средняя пенсия теперь составляет 700 евро. Ну, как говорится, спасибо и на том, но на самом деле мы же все прекрасно понимаем, что на 700 евро в месяц прожить в Эстонии сейчас, когда у нас все растет в цене, а новые налоговые изменения, которые нам обещает коалиция, приведет к тому, что все будет расти в цене еще быстрее, на 700 евро прожить весьма сложно, если не сказать практически невозможно. Поэтому сейчас английская фракция уже подала первый такой законопроект, где мы, собственно говоря, предлагаем увеличивать пенсию в неочередном порядке. Мне кажется, что те партии, которые как раз заявляли перед выборами о том, что одно из их обещаний — это увеличение пенсий, и которые резко после выборов об этом забыли, мне кажется, нужно им об этом напомнить. Поэтому мы сейчас как раз такую инициативу и сделали. Другое дело, что глядя на то, как коалиция сейчас работает, что они обещают и что прописано в коалиционном договоре, то, в общем, конечно, надеяться на то, что они сейчас резко вспомнят о своих предвыборных обещаниях и будут согласны им действовать, ну, едва ли приходится. Но посмотрим. В любом случае, естественно, мы о своих избирателях не забываем. Мы, в первую очередь, в парламенте защищаем их интересы, а потом, в общем, интересы всех жителей страны. И будем работать в этом направлении, будем давить, насколько это возможно, и будем надеяться, что что-то нам удастся продавить и в интересах своих избирателей, даже будучи в оппозиции. Сейчас в парламенте еще пока очень мало о чем вообще говорится, на самом деле. Если мы говорим о, скажем так, обороне, безопасности и так далее, то мы видим, как для коалиции это едва ли не самые важные темы. Мы опять здесь сталкиваемся с тем, что если мы перед выборами, как правило, говорили о том, что нам нужно обеспечить благосостояние своих людей, нужно обеспечить им нормальную жизнь, и тогда мы можем говорить о том, чтобы разрабатывать самые разные стратегии по обеспечению безопасности и так далее. Потому что, скажем так, если нет населения, то кого мы защищаем, да, как известная фраза. То, соответственно, или, скажем так, если не обеспечить людям нормальное благосостояние, нормальную жизнь, то тогда у них не будет желания ее защищать. То есть, соответственно, это не будет никаким образом идти на пользу. То мы видим, что для коалиции все равно в голову угла в первую очередь ставится безопасность, говорится опять-таки о войне. В принципе, если открыть коалиционный договор, то мы видим, что экономика идет только третьей главой. Первая глава – это безопасность, вторая глава – это внешние сношения и помощь Украине. И только третья – это вот уже экономика, которая непосредственно касается нашей страны и людей, которые в ней живут. И поэтому здесь нужно, конечно, смотреть, как дальше будут развиваться события. Вся история с Нурси Палом на самом деле тоже весьма неприглядная, если честно, потому что, по сути дела, опять же, катком проходится по мнению местных жителей, которые там живут. Мы видим, что когда эта тема достаточно остро встала перед выборами, то говорилось о том, что мы придумаем что-нибудь, мы как-нибудь это решим, не надо беспокоиться. В конце концов, мы говорим об обороне страны, это важно. Ну, будем искать компромиссы и так далее, и так далее. Выборы прошли, и мы видим, что о компромиссах уже особенно никто ничего не говорит. Просто коалиция говорит о том, что там будет полигон, и все. А кому не нравится, что называется, ну, извините, это все-таки вопрос государственной безопасности, вопрос защиты страны. И, соответственно, в жертву приносятся какие-то личные интересы. Мне кажется, что так не очень правильно поступать, но, опять-таки, мы в позиции, здесь нам довольно сложно каким-то образом влиять. Понятно, что в стране должны быть полигоны, это естественно, если они уже в каком-то виде есть, и понятно, что дешевле и проще их, скажем так, расширить, но при этом, мне кажется, что все-таки интересы местных жителей нужно максимально учитывать, а не объяснять им, что здесь вопрос национальной или государственной безопасности, и поэтому вы за своими проблемами можете поставить в сторонке. Так, мне кажется, делать не очень правильно. Ну, и в целом, конечно, риторика правящих партий, она продолжает быть такой достаточно воинственной, что называется, то есть мы говорим о том, что мы увеличиваем оборонный бюджет, мы говорим о том, что мы вот новые полигоны разрабатываем, мы говорим о том, что у нас срочная служба, значит, должна в каких-то случаях продлеваться до двух лет. То есть, опять же, много разных идей, которые так на большую милитаризацию страны направлены. Мне кажется, что с одной стороны понятно, ситуация действительно непростая в Европе и из-за войны тоже, но, тем не менее, мне кажется, что здесь нужно как-то более трезво подходить, спокойно. Если мы говорим о том, что к нам будет прибывать какая-то военная техника, для того, чтобы управлять ей, нужно учиться дольше, и, соответственно, поэтому будет, например, срочная служба в каких-то случаях два года, то, может быть, стоит говорить о том, что в таком случае именно на эту службу нужно направлять добровольцев, то есть люди, которые были бы заинтересованы в том, чтобы два года чему-то обучаться и, соответственно, дальше уже с этой техникой работать. Сейчас нет никакой конкретики. Мы видим, что очень много мест в коалиционном договоре, касающиеся самых разных сфер, где просто вот что-то написано, как говорится, такой вброс сделан определенный, подробностей никаких, конкретики никакой, и мне кажется, что это зачастую вызывает у людей негативные эмоции, потому что если что-то непонятно, то это, как правило, воспринимается негативно. Возможно, что какие-то идеи, которые есть у правящей коалиции, они даже и положительные, но из-за того, что они не расписаны, не разложены, и люди их не понимают, они уже воспринимаются в штыки, и в этом виноваты, мне кажется, сами коалиционные партии, и которые не могут это внятно объяснить. Еще один ярчайший пример – это автомобильный налог. Когда говорится о том, что автомобильный налог обязательно будет с 1 июля следующего года, как он будет выглядеть, что именно будет облагаться налогом, как это будет сказываться на каких-то людях, у которых одна машина, другая машина. То есть пока абсолютно ничего не понятно, просто пообещали автомобильный налог, и люди теперь будут долгое время выжидать, как их это коснется, сколько нужно будет платить. В то же время уже были озвучены цифры о том, что государство хочет 120 миллионов евро заработать на автомобильном налоге. Если посчитать, сколько у нас вообще автомобильный парк, и, соответственно, каким образом можно получить в порядке налогообложения 120 миллионов евро, то мы придем к выводу, что каждый автомобиль, в среднем, естественно, будет в год облагаться налогом в 200 евро. И особенно учитывая, что, опять же, представители той же партии «Реформ» говорят о том, что мы собираемся обложить налогом и приобретение автомобиля, а затем еще облагать налогом, соответственно, и в течение года автомобиль. То есть это, на самом деле, может вылиться в очень приличные суммы. И, ну, каким образом это будет сказываться на людях, я думаю, все прекрасно понимают. Кроме того, не очень понятно, на что, например, будет идти этот налог. Потому что, как правило, скажем, вот акцизы на топливо, известно, что они в первую очередь направляются на строительство дорог, на улучшение, соответственно, дорожного покрытия и так далее. Здесь такого сейчас нет. И, кроме того, понятно, что если у тебя, например, вводится автомобильный налог, то в таком случае акциз на топливо не должен меняться. Но уже заявлено, что он будет, опять-таки, повышен. То есть повышается практически все. И, скажем так, возникает вопрос. То есть происходит такое полное обложение налогами, косвенными или прямыми, владельцев автомобилей. Непонятно, на какой основе это будет делаться. Потому что, с одной стороны, мы слышим обещание коалиции, что облагаться будут в первую очередь максимально вредные для окружающей среды вида автомобилей. С другой стороны, представители социал-демократической партии говорят о том, что людям на селе, фермерам и так далее, им сильно беспокоиться не нужно. Потому что у них, как правило, автомобили такие достаточно старые, дешевые. И их мы облагать налогами будем минимально. Но это, с моей точки зрения, взаимоисключающие вещи. Потому что новые автомобили, они, как правило, менее вредны для окружающей среды, чем старые, дешевые автомобили. Потому что сейчас даже на дизельных автомобилях, которые считаются довольно грязными, скажем так, уже существуют самые разные системы очищения выхлопов. И поэтому они менее вредны для окружающей среды, чем какие-то старые, дешевые автомобили, у которых там уже зачастую и срок службы мотора, она уже, к сожалению, находится в таком состоянии, что там уже выхлопы, понятно, что будут достаточно большими. Поэтому здесь даже логики мы не видим. И из-за этого, конечно, возникает напряжение дополнительное среди всех людей, у которых есть автомобиль. А таких, ну, в общем, как показывает статистика, практически большинство в стране. У нас, к сожалению, в обществе действительно, начиная с февраля 22-го года, существует межнациональное напряжение. И здесь, к сожалению, нужно определенные политические силы, в общем-то, предъявлять им претензии. Поэтому, потому что мы видели, как накануне выборов практически искусственно разжигалась такая, скажем так, напряженная ситуация. И в первую очередь, напомню, это шло со стороны партии Сома. Ее законопроекты все время вызывали все больше и больше вопросов. Вторила ей партия реформ. К сожалению, партия Кры недалеко уходила в своих заявлениях. И сейчас мы видим, что изменился, скажем так, состав коалиции. Но, тем не менее, некоторые вещи, они никуда не делись. Во-первых, мы говорим о переводе всех русских школ на эстонский язык обучения. Новая коалиция и представляющие ее партии уже заявили, что они менять закон, принятый в конце прошлого года, не собираются. Может быть, они будут индивидуально подходить к каждой школе и так далее. Но все равно все, что прописано в этом законе, будет соблюдаться. На мой взгляд, это говорит о том, что пока так еще и не осознали эти правящие партии, что в таком виде этот закон просто неосуществим фактически. У нас нет для него ни учителей, ни учебных материалов, ни методик. Все это не разработано. Поэтому, как я и говорил, когда принимался этот закон, на бумаге можно написать все, что угодно. Принять это как закон тоже можно без проблем. Когда это войдет в стадию реальной жизни, то станет понятно, что это просто физически неосуществимо. И в нынешней ситуации, когда в Эстонии очень острый дефицит учителей, и более того, во-первых, он только усугубляется, а во-вторых, Министерство образования, к сожалению, не предлагает решения этой проблемы. И мне больше кажется, что как страус закапывает голову в песок, хотя мы знаем, что это такая немножко выдуманная история, но тем не менее мы видим, как министерство действительно не осознает всей глубины этой проблемы и даже не пытается ее решать. И в этой связи мне очень интересно, откуда возьмутся вот эти учителя, которые будут владеть эстонским языком на уровне С1, а это будет обязательное условие для того, чтобы вообще в школе преподавать с 2024 учебного года. Мы знаем, что сейчас у тысячи учителей нет этой категории. Я думаю, что некоторые даже не станут пытаться ее получить. Люди, находящиеся в пенсионном возрасте, в предпенсионном возрасте, люди, которые, в принципе, из чувства миссии просто в школе, потому что видят, что при дикой нехватке учителей они требуются, нужны их навыки, нужны их знания. Эти люди просто в какой-то момент махнут рукой и скажут, что они спокойно либо пойдут на пенсию, либо вообще сменят сферу деятельности. И мы окажемся в ситуации, когда дикая нехватка учителей станет катастрофической. Причем это касается даже не только и русских школ. Мы видим, что нехватка учителей есть и в эстонских школах, и все больше об этом говорится. Различные, только по официальным данным, в принципе, количество учителей, которые на сегодня нужны в школах, и их нет, от 700 до 1000. Учительские представительства говорят о том, что на самом деле эта цифра в 2, то и в 3 раза больше. Где брать учителей непонятно. Сейчас возникает на самом деле, было бы смешно, если бы не было так грустно, но совершенно абсурдная ситуация, при которой учителям, не владеющим категорией С1, говорят, идите и учите язык на С1. И учителя говорят, хорошо, будем учить. А потом выясняется, что нет учителей, которые бы обучали их на С1. То есть этих учителей даже негде взять, которые бы научили учителей русских школ, у которых нет категории С1, на эту категорию. Ну и кроме того, нужно понимать, что даже если ты владеешь языком на С1, это совершенно еще не значит, что ты можешь преподавать на этом языке. И таких моментов в этом законе, принятом в прошлом году, масса. Мне кажется, что авторы этого закона, они даже еще пока не поняли всей глубины этой проблемы, они не поняли, к каким последствиям вообще может это привести. Им кажется, что они сейчас вот этот процесс запустят, и как-нибудь там все само собой решится, и все проблемы сами собой рассосутся. Этого не произойдет. И чем мы рискуем? Мы рискуем тем, что прежде чем, наконец, суть этих проблем дойдет до правящей коалиции, когда станет понятно, что все равно в том виде, в котором этот закон принят, перевод русскоязычной школы на истонский язык обучения провести нереально, я думаю, что к тому моменту мы рискуем просто потерять несколько поколений детей. И мне очень хочется, чтобы до того, как такое могло бы произойти, все-таки правящие партии вникли немножко в суть того, что они сами приняли. И очень надеюсь, что новый министр образования Кристина Калас начнет по-другому подходить к этой проблеме, чем ее предшественник Тынис Лукас, для которого, судя по его риторике, в общем, самое важное было это ликвидировать образование на русском языке, а уж как это будет там происходить и к чему это приведет, это уже все второстепенно. Поэтому хочется надеяться, что новый министр образования будет подходить к этому по-другому. И мы не будем через несколько лет говорить о том, что у нас дети, скажем так, оказались в ситуации, когда в жертву знанию эстонского языка приносили, например, знания по предметам. Кроме того, у нас в коалиционном договоре есть замечательный в кавычках пункт, который говорит о том, что нужно изучить возможность приостановить право голоса на муниципальных выборах для граждан России и Беларуси. Но таким образом, чтобы при этом не менять конституцию. Здесь достаточно забавная ситуация. Во-первых, конечно же, большой привет хочется передать социал-демократической партии, которая в свою предвыборную программу вписала пункт о том, что они будут против того, чтобы каким-то образом отбирать или приостанавливать право голоса на муниципальных выборах для граждан третьих стран. Сейчас мы видим в коалиционном договоре все ровно наоборот. Ну и, как мне видится, представители партии СТ-200 и социал-демократов считают, что изменить этот порядок невозможно без изменения конституции. В принципе, об этом говорит канцлер права и разные юристы. Если действительно, скажем так, без изменения конституции это сделать будет нельзя, то, наверное, этот пункт так и останется пунктом на бумаге. И об этом, собственно, в кулуарах, да и не только говорят представители партии СТ-200 и социал-демократов. Но партия реформ, это партия талантливых людей. Я думаю, что они постараются что-то придумать для того, чтобы лишить такие возможности голосовать на местных выборах граждан России и Белоруссии. И в первую очередь, естественно, это делается для того, чтобы увеличить количество своих голосов на выборах в процентном отношении. То есть, понимая, что граждане этих стран за партию реформ голосовать в своей массе, естественно, не будут. Таким образом, убрать достаточно большое количество избирателей, которые голосуют за другие партии. Мы понимаем, что в первую очередь мы говорим именно о центристах. И таким образом, соответственно, увеличить свое влияние еще и на местном уровне, прикрываясь какими-то разговорами о национальной безопасности или государственной безопасности, которой эти люди своими голосами якобы угрожают. На самом деле, это, конечно, абсурд полный, потому что граждане России и граждане Белоруссии с постоянными видами на жительство, они голосовали на местных выборах всегда. И как-то раньше не было этой угрозы для безопасности, а теперь вдруг она появилась. Мне кажется, кто-то просто хочет воспользоваться нестабильной ситуацией, которая у нас в Европе в последний год наблюдается. И просто под этим соусом, что называется, провести какие-то свои изменения, преследуя свои личные цели, которые государственной безопасности никакого отношения не имеют. Посмотрим, как это будет происходить. Центристская партия, естественно, абсолютно против этого. Мы это вписывали в свою программу. И мы, естественно, будем выступать против такого изменения в любом случае. Ну и напоследок хочется сказать, как Кая Кала в свое время комментирует эту ситуацию, когда ее спросили, а как вы представляете себе, что вы берете на время, убираете право голоса на местных выборах для граждан каких-то стран. Она сказала, что ну вот вы знаете, у нас же у заключенными, например, у нас такая ситуация, что заключенные пока не отбывают, так сказать, свое наказание, они не могут голосовать, у них приостановлено право голоса. То есть само это сравнение, мне кажется, уже не очень уместным. И в то же время, скажем так, отнимать право голоса у людей просто на основании их паспорта, я думаю, что большинство граждан России или граждан Беларуси, которые проживают в Эстонии на основе постоянного вид на жительство, абсолютно лояльные Эстонской Республике, это налогоплательщики, законопослушные жители страны, многие из них здесь родились и прожили всю свою жизнь, я не исключаю того, что некоторые из них даже никогда не были в России. И просто всех под одну гребенку вот так вот лишать права голоса на муниципальных выборах, ну не знаю, мне это кажется очень плохой идеей.